В урне для голосования оказалось больше бюллетеней, чем пришедших на участок избирателей. А часть бланков вовсе фальшивая. Как вести себя во внештатных ситуациях, отрабатывали во время деловой игры. Ее темой стал подсчет голосов на избирательных участках. В большой обучающей игре приняли участие более ста представителей избиркомов со всей страны. Чтобы на выборах, которые действительно происходят на самом деле, в день голосования, в период подсчета голосов, не возникало тех вопросов, на которые мы не могли бы ответить. Такие деловые игры и эффективный способ обучения условия близки к реальным. Здесь полностью моделируют процедуру подсчета голосов. На таких мероприятиях отрабатывается каждая мелочь. Все для того, чтобы на практике избежать ошибок. Не случайна тема нашей игры подсчет голосов на командатном округе. С учетом того, что на выборах кое-где у нас возникли определенные сложности у избирательных комиссий. Мы хотим отработать определенную технологию для того, чтобы потом ее распространить в целом на территории Российской Федерации. Таких внештатных ситуаций в единый день голосования 14 сентября в Краснодарском крае, например, удалось избежать. И это несмотря на то, что на Кубани провели порядка 700 избирательных кампаний, в ходе которых распределили около 13 тысяч депутатских мандатов и других выборных должностей. В целом кампания прошла достаточно спокойно. Необходимо сказать, что в отличие от аналогичной кампании 2009 года, в разы сокращено количество жалоб, поступивших в избирательную комиссию края. Если в 2009 было их 150, то в 2014 год порядка 30 жалоб. Деловая игра длилась больше трех часов. Теперь задача председателей избиркомов, весь накопленный в ходе двухдневного совещания в Сочи, распространить по субъектам страны.